Всего пару секунд и должник остается без горячей воды. А все потому, что платить за коммунальную услугу нужно было своевременно. Различного рода отговорки, мол, не успел или не знал, уже не в счет. Татьяна Федоровна, здравствуйте. У вас было направлено предупреждение о восстановленном строке оплаты. В случае неоплаты, что вам будет приостановлена подача горячего водоснабжения. Все ограничения потребителей абсолютно законны. Энергетики заблаговременно и неоднократно предупреждали должников о том, что намерены произвести отключение горячей воды в случае, если долг так и не будет погашен. Однако далеко не все оказались добропорядочными. С начала этого года многие бейчане уже были отрезаны от горячего водоснабжения. По-другому, говорят специалисты теплосбытового подразделения Сибирско-генерирующей компании, злостные неплательщики не реагируют. Как правило, после того, как люди остаются без горячей воды, они в кратчайшие сроки пытаются погасить имеющийся долг. 99% оплат после ограничения, потому что наше население уже привыкло пользоваться благами нашей компании. Соответственно, без них им сложно, и они всеми путями оплачивают и подключаются заново. При подключении они обязаны оплатить все расходы, которые компания затратила на данные ограничения. Такие совместные рейды специалисты теплосбытового подразделения Сибирско-генерирующей компании и представители обслуживающих организаций будут проводить и дальше. И для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит погасить имеющиеся долги. В противном случае ждите в гости слесаря сантехника. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, Будни. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, Будни.